Электростанция Строится, чтобы был хороший свет Работали станки Работали стройки Машины работали Чтобы горели светильники на улицах Все вы знаете Недавно нас постигла беда Авария на Чернобыльской атомной электростанции Она больно затронула советских людей Зволновала международную общественность Мы впервые реально столкнулись С такой грозной силой Какой является ядерная энергия Вышедшая из-под контроля Серьезность обстановки была очевидна Надо было срочно и компетентно оценить ее И как только мы получили надежную Первоначальную информацию Она стала достоянием советских людей Была направлена по дипломатическим каналам Правительством зарубежных стран 26 апреля по своей сути день трагический Это день аварии на Чернобыльской атомной станции Но жизнь так хитро переплетает радости и горе Что пожалуй никакой писательской фантазии не хватит Чтобы сочинить что-нибудь подобное Вот и мы в своем сегодняшнем репортаже Расскажем и о радости и о горе Среди мартовских вьюг вспоминай Что наступит апрель И под солнцем весенним земля расцветет И в минуты, когда не везет В неудачу не верь Это все эпизод, эпизод, эпизод Распахни широко окно Там как будто идет кино Где у каждого тысячи дел и забот Ты увидишь, как вдруг мелькнет За падением новый взлет Эпизод, 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 эпизод В сегодняшней программе мы расскажем о четырех припетчанах Которые наверняка даже не знают друг друга Единственное, что их объединяет 26 апреля, город Припять И авария на ЧАЭС Три эпизода из жизни четырех припетчан Эпизод первый Александр Забирченко очень волнуется Его речь сбивчива Он вспоминает и переживает все заново 26 апреля я был в городе Припять Ехал на футбол Динамо Киев-Спартак Очень жалко, что Валентин Иванов был Это не сохранил Эти два билета, как в военном Ленинграде было Играли, я ему отдал музей, а они пропали Я шел на футбол, когда встречаюсь Секретаря парт-организации Прошкина Во-первых, увидел много милиции Он говорит, Саня говорит, надо срочно ехать на станцию Я говорю, какая там станция? Я еду на Динамо Киев-Спартак Выходной день Он говорит, там что-то случилось Я говорю, там всегда что-нибудь может случиться А это такой мафии Нет, это серьезно Я позвонил на ЦЩУ, говорю, ребята на футбол Они, Саня, какой футбол? Звони начальнику электроцеха Мною очень уважаемым Зиненко Андрею Позвонил, говорю, Андрей Он нецензурно мне ответил Какой может быть футбол? И уже где-то в 6 утра или в 7 Я уже подскочил к пожарной части И вместе с ними поехал туда Едем, реактор развороченный Остановились Кто-то из пожарников тоже красиво очень сказал Чего мы стоим Поехали туда Там уже был офицерский состав Ну инженеров, я так называю Они на третьем этаже Мы всегда располагались, электроцех Все были, в общем-то, в сборе Собрались, каждому давали задания Кто куда пойдет Я попал Ну вы, наверное, знаете Николай Васильевич Гриценко Коля такой был Старший мастер у нас в электроцехе Я сначала к нему попал Проверять Там трансформаторы резервные Должны были включить Вот Нас отняли Туда пошел Алищук и Семенов Володя Они потом ошиблись Гриценко потом туда полез Сам уже без меня, потому что я другое задание получил И Коля там хватанул 700 рентгенов Он лежал в клинике в Москве Меня отправили на третий, четвертый блок Откуда идут пожары в кабельных тоннелях Откуда идет вода По дороге я встретил Мы были я, Прошкин Гена Кефарук Саша И встретили Дема старшего Женю Дудника Поступление было воды Вода была очень радиоактивная Но мы все равно ставили гномы Откачивали это все Это убило где-то Потом мы закончили где-то часов два Я позвонил Зененко Говорю, Андрей Трофимович Ну когда Официально Всегда по имя отчеству Я говорю, Андрей Трофимович Мы в общем-то закончили Все дела Он, сидите, я вам позвоню Смотрим уже 4-5 Никто не звонит Я звоню Андрею Саня, я забыл Иди езжайте домой Ну вот домой Уже ноги эти же А, пошли помылись Моемся, моемся Потом Зененко все Не отмываемся Ну мы в кальсонах так и зашли На третий этаж АБК Там сидели тогда уже и Саша Покойный Лиличенко Юхименко Ну весь, вы знаете Весь ИТР наш Все начали смеяться Мы тоже смеемся В общем-то И так оделся И вышли мы туда Встали, если ты же знаешь Встали за столовой АБК Прострелы не такие Рядом подводящий канал Черниговцы вовсю рыбу ловят Вадим Грищенко Ловили рыбу 4 дня еще ловили вовсю Ну может не Черниговую А окрестности вот эти все Я утрировал Может там из Беларуси ловили Кстати говорят Клев был страшный Вот Вадим Грищенко подбегает Через канал им кричит Ребята уходите Что вы делаете Никто не сдвинулся Клянусь Настолько в стране было понятие Что ничего никогда не может быть Вот И народ Приехали Короче потом Подогнали автобус И нас повезли не мимо АРУ Там были страшные прострелы Вот И нас повезли мимо столовой Вот это строители Приехали в Припяти В Припяти Сам знаешь было Никто ничего не поймет Все Стали с автобуса Смотрю Женщина идет В маске И ребенок один Это единственный Кого я увидел Все над ней смеются Туда-сюда Мол Вот мол Ничего она не понимает Оказывается на всю Припять Была всего одна умная женщина Которая Ребенка Это эпизоды Я много эпизодов знаю Поэтому Мне везде приходилось Быть первым Поэтому В этих вопросах Вот И вечером Как всегда Я попал на свадьбу Было три свадьбы Вы знаете Припять И все Потом вечером Прохожу Там в общежитии На тот момент Я был Ночью нас подняли Надо уезжать Вот Опять я же Сразу Я человек Бой противный Очень исполнительный Меня даже В парткоме Всегда От цеха Посылали Брежнева Слушать Поднятую Целину Его эту Потом Ну все эти Возрождение Все Ну я Позвонил Секретарю Парторганизации Гену Что такое Это Трепня Подожди Подожди Потом Та же самая Откачка воды Потом у меня Ноги гнили Раны Заживали Очень тяжело Сейчас я вот Мучаюсь ногами В том году Я благодаря На шибе Подняли на ноги Я ходить не мог Ну сейчас Непонятно Чего человек Уволился Вот Очень сильный врач И у меня вот Проблемы там Такие появились С ногами Но как-то Мы еще прорвались Потом я вышел В ночь Тридцатого Очень Есть такое выражение В электроцехе Это электрики Знают Это яичники Ну в общем-то Специалисты Надежное питание Очень грелись Трансформаторы Двигатели Залили Вот эти обратимые Преобразователи Которые Не давали Должны были давать Расхолаживание Их тоже позаливало Водой Мы там вот везде Лазили Отключали То нас Цепи там Хотели Чтобы мы рубили Топором Под напряжением Но обстановка Была очень тяжелая Я не дал своих Людей Говорю Не будет такого Я потом Мы разделились Я попал К Юхименко На вахты Когда разделились Я попал К Михаилу Антоновичу Андрей Трофимович Поехал на отдых Потому что он Очень тоже Туда много Хватанул Ну Андрей Зиненко Я буду лучше Везти фамилии Могу и забыть фамилию Это наш синдром Старческий Плюс Чернобыльский Оно все Мелкие дозы радиации Да Мелкие дозы радиации Вот Мы приехали туда Тоже так же День отработали А потом Ну на всю страну У нас оказалось Два Урала И нас всего Поместилось Два Урала людей Володя Лебедев Мастер Сару Он еще на Урал залазил Упал Бедные зубы Повыбивал Потом правда Государство поставило Ему бесплатно Он тоже медаль получил Там Вообще я скажу Я проработал В этом цехе Его формировал Фомин Николай Максимович И в общем-то Во время аварии Цех показал Как вам сказать Оно и приятно было И в то же время Это Вот я занимался Надежным питанием Дизель-генераторы Я работал с великим человеком Метелев был Виталий Иванович Но он в Киеве живет Вот мы с ним Дизельное занимаемся Когда я приехал Обратимый в воде А подпитку электроэнергии Давали эти дизель-генераторы Я этим гордился Гордился, что ПРК Вот котельная Я в 74-м году Приехал на станцию Вот оно Ново все работало А там частица Везде частица Моего есть Тут у каждого Главная роль Все на равных С тобой Привилегий звезды Для себя Не проси В этом фильме Когда-нибудь ты Повстречаешь Любовь Через все эпизоды Ее пронеси Распахни широко окно Там как будто идет кино Где у каждого тысячи дел И забот Ты увидишь, как вдруг мелькнет За падением новый взлет Эпизод 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 Когда мы приехали 26-го, то люди не знали даже, как респиратор одеть. Клянусь, чем хотите. Потом был у нас в цехе, вот сейчас он командует Высгородскими электросетями, Саша Орленко. Открыли они этот сейф, там, где эти йодные капсулы. Их четыре, ну, йод глотать. Их четыре человека, а их три. И Саша Орленко отдал свою. В Припяти я вещи свои забрал, аж только в ноябре месяце. Люди вывозили, все это вывозилось, все это. Ну, а мы иногда вывозили другое, у нас была электролаборатория. Там, Саня, привези, там у меня дома в погребе есть, проезжают. Ну, такая вот это. Выжил, почему я так думаю, 20 лет я выжил? Потому что я из Днепродзержинска вообще-то. Когда я туда попал, вот этот период 3 мая, я был в Днепродзержинске. И когда я спал, мама вот сидит, руку положит на руку, я сплю нормально. Уберет, я вот, вскакивал, мать говорит, и кричал, мама, бомбят, бомбят, бомбят. Потому что это все на моих глазах было и продолжалось где-то, ну, 1-2 мая, в выловнице, когда мы там. В выловнице мы спали все в комнатах. Я рядом лежал, там же позбивали, кто на столах, кто на улице спал, кто собак даже своих с Припяти. Я спал рядом с Андреем Трофимовичем Зенетко. И вот, представляешь, забыл даже фамилию. Лежу, Андрей, как твоя фамилия? Это вот такие нервные были перенапряжения. Геройства не было, вот лично у меня и людьми, которыми я работал. Был долг, был обязанность. Мы всегда это как-то понимали, что... Сейчас я, допустим, я мало со станцией сталкиваюсь, в общем-то. Ну, не знаю, я тогда не то, что там народ понимал, что надо, что за нами дети, что выловницы все читают, где кто куда эвакуированы, где что. Понимаете, какая-то была сплоченность. Может быть, еще сыграло большую роль, что я на станции не ел. Я не ел, потому что, когда мне как-то дали там ложку, и говорят, вот консервы, я говорю, у меня, наверное, подошва чище, чем эта ложка. Ложки нет, известно откуда. Сухие пайки, вот это нет. Выловницы, ты знаешь, кормили прекрасно. Пользуясь телевидением, скажу, мы проезжали с вахты. Вроде надо было бы, казалось бы, поспать, и в столовой посуду мыли. Но Демидов нам делал все. Я помню, ты привозил Матвеева, где к Иорге Аде. Это то, что я запомню. Футболистов Каневска. Видишь, у меня память еще все-таки есть. Немножко, но тропил подействовал. И еще такой был эпизод. Это уже я в вахте у Юхименко был. Это приехал первый секретарь обкома партии Ревенко. Он почему-то именно пошел первый в электроцех. Это было выловницы. Спросил, ну как дела там, как товарищи там, все. Юхименко говорит, остался в основном офицерский состав. ИТР был, все там полностью. Работяг тоже, правда, хватало рабочего. Вот. Но остался основной. Он говорит, ребята, я вас очень прошу, говорит, хоть вы не убегайте. Яйцеголовые придумали, это он наученый сказал. Дословно говорю. Яйцеголовые придумали, а получилось, говорит, что сейчас они пока там это, а вы хоть дальше, чтобы оно не распространялось. Мы вам потом все сделаем, потом вы год работать не будете. И в таком духе. Ну, мы тогда же еще тоже как бы не расставались, чтобы год не работать. Там именно была сплоченность. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok